Практическая психология Практическая психология Что каждую из вас заставляет просыпаться утром с мыслью о том, что этот фестиваль должен быть? Первое, что меня очень зажигает, это именно процесс, когда до мероприятия Потому что ты готовишься, ты рассказываешь об этом мероприятии Ты видишь отклик людей, потому что уже, так как не первый раз, уже есть свои истории участия людей И, конечно же, самое такое большое удовольствие от этого, когда наступает день фестиваля Когда уже вот этот вот праздник, который мы создаём на самом мероприятии И те люди, которые приходят и отдыхают и получают пользу от этого Отлично! Лена, а у тебя что является вдохновением? Ну, с самого начала, с самого первого фестиваля для меня было Я вообще люблю задавать какой-то тренд, делать что-то новое И меня очень впечатляла история, что мы сделаем в Кирове то, чего ещё никто до нас не делал И что ещё было только в Питере и в Москве И сейчас, когда мы это сделали, когда я ходила на первом фестивале Думала, неужели это в Кирове проходит? Это правда здесь? Это мы сделали? Сейчас уже просто хочется держать эту марку Потому что это знакомство с новыми людьми С очень интересными людьми, которые там собираются Это выход на всероссийский уровень Потому что к нам приезжают мастера из других городов И знакомство с ними И это какая-то возможность чувствовать себя частью вот этой международной тусовки игропрактиков Ну то есть вот это, наверное, больше про быть в кругу людей, которые вдохновляют Вот, Ксюша, ты только что сказала о том, что уже даже есть, прослеживаются прям, да, такие жизненные истории Как человек, оказавшись на фестивале или поиграв в ту или иную игру Да, а давайте вот мы сейчас прямо кратенечко, потому что, может, кто-то не слышит, не знает, что это такое Итак, что такое трансформационные игры? Трансформационные игры — это игры в жизнь То есть это обычные настольные игры, которые построены таким образом, что в них зашиты различные психологические, коучинговые и деловые методики По сути дела, это упаковка, то есть любую методику ее можно упаковать, как, например, в семинар, в тренинг или в игру И играя в игру, человек, он проходит своего рода вот тренинг, он тренирует какие-то определенные навыки, которые нужны будут ему в определенных жизненных ситуациях И прорабатывает эти ситуации, меняя взгляд на них То есть в слове трансформационные это не про эзотерику, это про внутреннюю трансформацию благодаря психологическим методикам Про внутренний рост Про внутренний рост, да И вот какие же у нас есть истории, да, потому что я знаю, что ты как раз вот тот человек, который прям по крупицам собирает, да, вот эти все наши ценности И нам говорит, девочки, смотрите, вот здесь вот это, вот это, вот это Мы тебе за это очень благодарны Можешь ли привести несколько примеров? У меня есть, вот дополняя Лену, я скажу, что я каждый раз ищу новое определение вообще, что такое Т-игры, трансформационные игры И на днях я это нашла в книге у Михаила Алистера Он сам инвестор, он сам собственник пяти IT-компаний Его компании входят в топ-10 лучших интеграторов АМСРЭ И он в книге, у него даже этот блок посвящен в разделе инвестиции, что он сам играет в такие игры финансовые Потому что это своего рода симулятор Да И он в игре проигрывает эти истории Если сначала, когда он входил в игру, он проходил и становился миллионером за 50 лет То сейчас дошел и, ну, стал, так скажем, за 15 виртуальных лет К этому можно с улыбкой относиться, как угодно Но факт такой, что я всегда смотрю не на слова, а на действия То есть все данные есть Он настоящий бизнесмен, он инвестор и собственник компании То есть, значит, это реально работает Работает, да, это рабочий инструмент Это говорят все политики, бизнесмены, педагоги, психологи, коучи Те, кто взял на себя смелость использовать, научиться правильно, грамотно использовать этот инструмент А что касается истории жизни Истории жизни, да, действительно, интересно же всегда посмотреть, а поиграли То есть сначала идут эмоциональные отзывы И всегда стоит делать замеры еще после недели или месяца, а может быть и спустя год Как это, например, сделала наша любимая игра, практика уже, с которой мы дружим на протяжении длительного времени, Ирина Макина У нее есть игра «У вас будет ребенок» Она сделала настоящие замеры То есть получилось, что... Исследование Исследование, да С 2019 года, с тех пор, как она стала ведущей игры «У вас будет ребенок» У участниц игры на свет появилось уже 9 малышей Счастливые родители просто увидели, как можно осуществить свое желание Естественно, как Ирина пишет в отзыве, за столом чуда не произойдет Происходит чудо в понимании, в осознании ситуации Насколько я готова быть родителем? Да Насколько я себе разрешаю быть родителем? Вообще, что такое для меня родительство? Вот представляете, вот такие глубокие, серьезные вопросы Можно играючи прожить в трансформационной игре Ну и плюс ко всему, конечно же, ждать результата Но для этого надо что-то еще делать Ну, кстати, вот как раз в этом фишка, что прожить играючи Потому что иногда психика сопротивляется серьезной работе А игра, она вроде бы так обманывает Ну, обманывает какие-то такие, что это несерьезно Вот эти психологические защиты, она не обманывает Она обходит психологические защиты, да И позволяет нам с вами по-другому даже выставить новые нейронные сети Понимаете, связи Отлично Есть еще примеры? Есть еще примеры Я с удовольствием придумаю пример из моей игры Потому что я точно так же собираю отзывы И мне интересно Светлана, она играла в игру «Ты просто космос» у меня Кстати, на что игра направлена? Игра про цель и жизненный баланс То, что так важно для современного человека Видеть цель, да И при прохождении к этой цели соблюдать вот этот баланс И она, вот я зачитаю ее отзыв, что для меня было большой неожиданностью Когда спустя несколько месяцев я получила приглашение написать сказку Для теневого театра «Крошки-малышки» Благодаря участию в этой игре обо мне узнали, что я могу сочинять сказки И чудо произошло Вот, пожалуйста, да И опыт прожила, да, присвоила его И еще плюс ко всему себя открыла людям, да, которые потом увидели творца в этом человеке У меня еще есть отзыв еще нашей ведущей Елены Шарыгиной Как раз эта игра будет представлена у нас на фестивале «Хочу, могу и буду» Их три истории Я думаю, что подробнее можно будет остальные истории у нас непосредственно в группе почитать А вот эту историю я приведу Одна из клиенток приходила с запросом разобраться в себе и спасти семью от распада А в итоге через два месяца после игры не только вновь почувствовала себя любимой и желанной Но еще и поменяла работу и увеличила свой доход почти в три раза Отлично, слушайте, мне так это нравится То есть при помощи игры сняла облом и вперед Да, и вперед Вот смотрите, у нашего с вами фестиваля, да, но и у организаторов Есть уже такая своего рода очень серьезная репутация, да, на уровне, в общем-то, сообщества игропрактиков России Вот как вы думаете, в чем изюминка, в чем особенность нашего мероприятия? Душа Ну, на самом деле мы очень тщательно подходим к подготовке, мы продумываем все моменты И то, что вот у нас команда сила трех, скажем так Абсолютно разных Да, и поэтому как-то каждая привносит свою изюминку И, наверное, вот это вот то, что мы разные, это позволяет нам делать фестиваль очень объемным И продумывать те стороны, каждая, за которые отвечает каждый из нас Вот, например, Ксюша, она у нас такой прямо очень строгий специалист по тайм-менеджменту И прямо фишка наших фестивалей, что мы никогда не выходим за тайминг То есть нам люди приходят, девочки, у вас все по минутам Как вы так можете? Неужели у вас так получается? Да, потому что у нас есть Ксюша, которая говорит все по минутам, все строго А Надя у нас вот как раз мы сейчас перед эфиром обсуждали моменты, да, на чем строится Надя на харизме И вот как раз Надя у нас такой внутренний дзен нашего фестиваля Мне с ней очень спокойно и легко работать, когда ты знаешь, когда что-то идет не так, руки опускаются Но есть Надя? Хорошо И то есть вот это, знаете, ощущение поддержки, мне кажется, и то, что мы стремимся все-таки к высокому уровню подготовки фестивалей И это оценивают, когда приезжают люди из других городов, которые много ездят по фестивалям Они приезжают и говорят, да, Кировский фестиваль на уровне И когда едешь в другой город на фестивале, подходят совершенно незнакомые мастера и говорят А, это же вы, Кировский организатор, слушайте, мы к вам хотим Потому что, ну вот нам прямо очень хвалили ваш фестиваль, что у вас там очень круто Отлично, Ксюша Ну, про себя, так как Лена не скажет, я скажу о том, что вот Лене очень сложно отказать Потому что, когда она рассказывает о фестивале, это настолько горящие глаза И внутри что-то зажигается, и там просто слова нет, ну не бывает А вот сразу же говоришь, да, я приду Да, я приду И, конечно же, мы всех приглашаем Скажите, вот есть ли такое ощущение, что у нас еще и фестиваль Это не просто в чистом виде игры Да? Да Что у нас еще есть? То, чего нет, например, в других городах, в других регионах Вот в этом году у нас будут, например, мастер-классы Да, ну у нас вообще фестиваль мы делаем, я сейчас начну и дам дальше Ксюше дополнить Мы делаем фестиваль как большой праздник То есть вот праздник осознанности, праздник женственности Поскольку это все-таки такой у нас будет весенний фестиваль, 50 оттенков весны Но мужчинам тоже можно, мужчины тоже будут Нужно С физическими ассоциативными картами, которые работают как арт-инструменты психологические Мастер-классы от ароматерапевтов с аромодиагностикой Будет астролог И будут еще у нас правополушарные рисования Это вообще такая прямо изюминка нашего фестиваля Прекрасный мастер Оля Шиляева У которой все начинают рисовать Даже те, кто вообще никогда в руках кисточку не держал И будет еще, как всегда, работать чайный мастер То есть это вот такая прямо площадка, где можно попробовать Атмосферная Атмосферная И еще у нас фишка нашего фестиваля это нетворкинг То есть мы проводим нетворкинг по принципу быстрых свиданий Когда люди садятся за стол Я бы назвала так быстрых встреч Потому что сейчас некоторые мужчины скажут Так, вот она куда собралась, там еще свидания будут И там как раз вот такой формат, когда 5 минут на стол И формат лифтовой презентации Надо себя презентовать за 30 секунд Рассказать, кто я, чем я полезна Обменяться визитками Переходим за следующий стол И, соответственно, приобретаем большое количество партнеров И, Ксюша, Петрова Да, ну и плюс ко всему Некоторые люди вот именно только И начинают на нашем фестивале Раскрывать себя мир Потому что что скрывать? У нас аудитория в основном женская И женщины это мамы Это женщины мамы в декретах Это домохозяйки Для которых вот вся вселенная Да, в какой-то степени Есть у нас, да, такая категория наших гостей Вокруг семьи крутится И поэтому вот А что я могу о себе рассказать? Да? Хороший такой вопрос Не то, что можешь Ты должна об этом рассказать Да? Раскройся этому миру Отлично Если да, если можно еще вот добавить Про женскую аудиторию То есть это, как правило, женщины Которые стремятся к развитию К профессиональному К личному росту К развитию каких-то своих женских качеств То есть для них важно развитие Поэтому они идут на фестиваль Да И развивающаяся аудитория Отлично И плюс ко всему Женщины-бизнесмены Потому что для них это тоже Так бы играючи Про бизнес Это ведь тоже Такая очень увлекательная история Ксюша, у тебя Все верно Я много с кем взаимодействую С компанией нашего города И даже в соцсетях я вижу Когда показывают Что они бизнес-процессы какие-то Выстраивают Или прорабатывают Новые технологии Там в управлении, например С помощью игр Возможно приезжают из других регионов Возможно это наши специалисты Но вот я для себя такую отметку делаю Что такие хорошие реальные варианты С помощью игр настроить бизнес-процессы Это можно сделать будет и на фестивале Хорошо Вот Мы, конечно же, обожаем Когда к нам приезжают авторы игр Это особая категория людей Которые способны Сами создать свой собственный проект Зная Потому что когда создаешь Рождаешь этот проект Ты проходишь, как говорится Все этапы Ну и среди нас троих Тут есть автор Своего собственного проекта Лена Что за игра у тебя? На что она направлена? Что человек, поиграв с тобой Может Прямо Какой навык приобрести? Спасибо за вопрос На самом деле я провожу 9 игр Из них Одна Одна, которую я создала в соавторстве Это у нас Творческое объединение Плеяда Психологи из нескольких городов Мы собрались в ватсапе В период пандемии И создали игру Хорошая, плохая, разная, живая Это игра про то Как перестать быть удобной для других Вот отследить себе этот Паттерн хорошей девочки И начать жить Проснуться и стать живой Перестать носить маски Хорошая, плохая И начать выбирать себя Игра про это И еще можно Если добавить Еще про одну игру Два года назад Я создала игру Которая называлась Цели и ценности То есть я ее создала Она про то Как достигать своих целей Исходя из своих ценностей В общем Я ее провела один раз В Ижевске На фестивале Я как раз поехала в Ижевск Провела ее там Поняла, что там Мне надо в ней доработать Убрала ее на полку И в общем она лежит Самое интересное Развернулось в этом году То есть я поехала Два года спустя Поехала в Ижевск На фестиваль И ко мне на игру Пришла девушка Причем она так Девушка там Чуть ли не доктор наук То есть такая серьезный Бизнес-тренер в компаниях Она говорит Я пришла на фестиваль Конкретно к вам Потому что я играла У вас два года назад В игру Мне настолько понравилась игра Что я пришла на фестиваль Поиграть у вас снова В эту игру В другую Я уже другую привезла В вашу новую игру И я такая Оп А я уже за два года И забыла Что у меня есть эта игра И я такая Вот это прямо знак Что надо там Достать с полки Стряхнуть пыль Доработать уже Поэтому вот я к тому Что иногда То как мы сами оцениваем Критические свои проекты Это совсем не значит Что со стороны Они оцениваются так же Поэтому вот фестиваль Он как раз помогает Почувствовать себя смелее В самореализации Да и он показывает Твою многогранность Потому что Ты сейчас В данный момент Можешь Ну как бы быть Не столь адекватна По отношению К своему проекту Да А люди Увидев это Прожив Эту историю С тобой Взяв это Как инструмент Да Говоря Что мне это нравится Я готов дальше Да Двигаться Опираясь Отталкиваясь Вот от этого инструментария Поэтому фестиваль Я вот так продолжу Как раз вот эту мысль Да Фестиваль Это еще и возможность Посмотреть на себя И свои сильные стороны Глазами других людей Адекватных Умных Развивающихся Которые вот Вас там будут окружать И оттуда можно уйти Просто Как многие участницы говорят У меня настолько расправились крылья Что я даже жизнь начала менять И я знаю людей Для которых Наш фестиваль Вообще стал точкой Такого роста Что они Допустим В первый раз приходят туда В роли мамы в декрете Которая ищет себя А через год они приходят Уже ведущими мастер-классов Они уже что-то делают У них уже глаза по-другому горят Я прям вот еще за это люблю Наши фестивали Вот в этом и есть трансформация Да Вот в этом и есть Внутренняя работа человека Который В принципе Разрешил себе Вот этот момент Разрешение себе даже Разрешить себе Прийти на фестиваль Первый раз Да Потому что Некоторые говорят Нет-нет Что вы Я вообще на таких мероприятиях Как бы Стараюсь это особо сильно И часто не появляться Да А разреши себе Да Вот здесь Появиться Потом проявиться Потом взять И взять Право Вообще Написать сценарий Своей собственной жизни Да И вот тут еще Наверное Можно добавить Что фестиваль Он же не только Для экстравертов Да Что там Такие Эгегей И куда-то в толпу Общаться То есть На самом деле У нас хорошо Интровертом Потому что Вы придите Можно порисовать Наедине с собой И с мастером Да Можно сходить К чайному мастеру Можно поиграть В какую-то игру Где Вот выбрать Ту игру Где меньше надо Общаться И больше Погружаться В себя И если вам Не комфортно Когда вот там Ну где-то много С кем-то надо Можно не участвовать В нетворкинге Потому что Во время нетворкинга У нас тоже Будет идти Правополушарные рисования И другие мастер-классы Вот И поэтому Мне кажется И тем Кто вот такой В себя погружен Ну важно Прожить свою историю Внутри себя Это тоже Ведь можно прийти Легко Да Мы приглашаем Давайте Немножко познакомим Конечно У нас есть Великолепное Психологическое Коучинговое Педагогическое Сообщество Да Людей И предпринимателей Бизнесменов Которые ведут Эти игры И они Расскажут Покажут В группе у нас Как адрес группы у нас Ксения Оно Его можно и в Инстаграме найти И в Вконтакте Единый адрес идет Играфест43 Вот мы там выкладываем И авторов игры И мастеров Которые ведут И о чем эта игра Можете Почитать Изучить И принять для себя решение Будете ли вы частью Нашего мероприятия Или же вы опять будете наблюдать Только так Со стороны Собочинки Как все это Там бывает круто Еще год ждать Что жизнь проходит мимо Да Действительно Вот Кто Может быть каждый из вас Расскажет Хотя бы По одному из Мастеров Которые к нам приезжают Да И что это будут за игры Если говорить Про приезжих мастеров Вот в этом году Я думаю Что скорее всего Все-таки приедет Мастер из Тюмени Андрей Усачев Который прямо набирает Ну вот На него идут Потому что у него такая харизма Что он Он очень много своих игр создал И сейчас он уже ушел в то Что он Он создает свои игры Ну в основном Он обучает создавать игры других Вот в этом его фишка То есть он приезжает сюда Здесь еще проводит Тренинг по созданию своей игры Обучая наших мастеров И вот Наверное Если Андрей приедет Это прямо будет здорово Потому что у него игры С одной стороны легкие А с другой стороны Очень прямо такие Глубокие Эффектные Как бы эффективные Да Что когда можно проработать Быстро здесь и сейчас Какие-то запросы Вот К нам еще приедет Из Самары приезжают Специалисты Из Казани Из Ижевска Казань Ижевск Самара Из Москвы И у нас Мы считали У нас должно было быть Шесть городов Ну вот и отлично Будем ждать с нетерпением Да Чтобы к нам Ну конечно же Мы и любим наших Игропрактиков Да Кто Вот есть истории Когда Сколько у нас уже лет Этому фестивалю 2017 С 2017 Года Да Когда люди приходили Сначала поиграть А потом Вот они так полюбили Вот этот Мир Игропрактиков Да Что уже в этом году Являются Сами Мастерами И ведущими Игр Все подробности Вот можно В группе узнать Играфест 43 И авторами тоже То есть у нас В Кирове Начали создаваться Авторские игры То есть Вот это прямо Фестивали Они дали такую волну Вот например Светлана Комушева Известный психолог Она придет С авторской игрой Она как раз В прошлом году Ее создала Накануне фестиваля И вот в этом году Она уже Ну больше года Она уже ее ведет Будет снова Представлять свою Авторскую игру Отлично С удовольствием Все поиграем Ну а в завершение Нашей программы Мне бы очень хотелось Узнать лично Ваши рецепты Что вас вдохновляет Что позволяет вам Оставаться сюда В ресурсе В ресурсе Это конечно же Ну мне хочется Наверное К фестивалю Это сказать Потому что Вот Вы Говорила ты Что Кто-то наблюдает Со стороны Кто-то действует И идет Это как раз Про ресурсы Вот Я допустим Сама тоже Всегда взвешиваю Идти мне на мероприятие Или не идти Я иду от цели То есть Это как-то Продвинет меня К моим целям Если я туда пойду Допустим Решит вопрос Нетворкинга Или решит тот вопрос Который у меня До сих пор Вертится в голове И не находит Например Какие-то пути решения Вот В ресурсе Как раз Чтобы Вот это вот Спокойствие Внутреннее было И Вот это вот И взвешивание И баланс Где-то что-то находить Наверное Вот это вот Четкое понимание Того Что Какую пользу Я получу От этого события От этого мероприятия От этого действия И дела То есть Ну наш фестиваль Сто процентов полезен Это сто процентов Потому что Здесь мы охватываем Такие сегменты Как и вопросы Нетворкинга О том О чем мы говорили Он решает Потому что мы знаем Уже историю Когда люди познакомились На фестивале И у них получились Общие проекты Очень успешные Удачные Да Потом Ты находишь Те игры В которых ты будешь Принимать участие И решишь Там свои личные вопросы Либо бизнесовые вопросы То есть тут С любой стороны Смотришь Это действительно полезно И ты на себя Выделяешь время А это самое непростое Сделать Как раз Это к вопросу ресурсов Спасибо Лена у тебя Я уже Говорила сегодня Что меня очень вдохновляют люди То есть вот для меня Прямо такой ресурс Это общаться С интересными людьми Которые Много чего достигли Которые горят Какими-то идеями У которых Такое очень широкое Мировоззрение И для меня Очень ценно Прямо То есть если я Не общаюсь С такими людьми Мне как-то Прямо так Я гаснуть начинаю Поэтому для меня Очень важно Расширять круг Знаком За счет вот таких Людей И я сейчас Вот сижу Ксюшу слушаю И думаю Что создавая фестиваль В свое время Вот с вами Я прямо Такую себе Видимо Преследовала Такую эгоистическую цель Создать себе Нужное окружение Для того Чтобы зажигаться Потрясающе То есть как бы Да Это прямо У меня такая Очень хорошая цель Вообще Конечно Я вот тоже Для себя Такую Выбрала Миссию Продвигать Эту форму Полезного Досуга И саморазвития Да И для меня Вдохновением Является то Что я Например Вижу Как даже На уровне Профессионального Психологического Сообщества Те люди Которые Несколько лет назад Психологи Говорили Да Фу Игры Что-то такое В этом году Уже Идут Игропрактиками То есть вы понимаете Вот для меня Вот это вот Прямо вот Просто даже Видеть Как происходит Трансформация На психологическом Сообществе Прямо такой Знак восклицания Что все делаем Правильно Что Это вот Именно наша с вами Задача И она Достигает Своего успеха Не говоря уже Про людей Которые Очень далеки От психологии Коучинга И всего остального Ну что Это была программа Практическая психология Спасибо вам большое Что вы сегодня Вместе со мной Провели это время Ну и что мы пожелаем Наверное Всех пригласим сначала Да 15 мая 15 мая Мы ждем В потрясающем Красивом месте В паркхоле Мы женаты Вы можете Любому из нас Написать Либо зайти в группу Играфа 43 И конечно же Вот чтобы Внутреннее такое Зажигать себя И чтобы тебя Домашнее Окружение Видело Счастливыми Конечно Вот находите Такие инструменты И приобщайтесь К нашему сообществу Отлично Всем настоящей весны Да Я желаю Смотреть на жизнь Как на игру И тогда Все будет проще И больше драйва В этой игре будет Это была Практическая психология Всем любви Здоровья Счастья Возрастное ограничение Фестиваля 50 оттенков весны 12 плюс Практическая психология Практическая психология